Помните один из самых популярных аудиофильских постулатов? Мол, если уж лампы, то исключительно двойный телефонкин. Можно по-разному относиться как к этому заявлению в частности, так и к желанию пользоваться аудиотехникой почти вековой давности в целом. Но спорить с тем, что в настоящий момент немецкая экономика является крупнейшей в Европе и что крупнейшая европейская выставка ХАЭНТ проводится в Германии же, бессмысленно. Как это сказывается на немецкой аудиофильской индустрии? Я бы сказал, причудливые витиеваты. Времена немецких менеджеров на рынке аудиотехники остались в прошлом. Достаточно вспомнить, чем были и чем стали, например, такие компании, как Грюндик и Браун. В то же время в Германии успешно существует большое число небольших производителей, чей уровень опыта, знаний и, безусловно, возможностей по реализации своих проектов поневоле заставляет снять шляпу. Всем привет! С вами Пульт.ру и сегодня мы с вами, как несложно догадаться, поговорим про аудиотехнику немецкого производства. Но для начала забавное совпадение. Я люблю кино и смотрю достаточно много самых различных фильмов. Так вот, представьте себе мое удивление, когда в одном из американских боевиков я увидел на мундире военного нашивку с логотипом уважаемой немецкой компании Acoustic Arts. Как потом выяснилось, на самом деле это логотип 82-й дивизии ВДВ армии США. Но поскольку Acoustic Arts на 80 лет моложе этой самой дивизии, на месте руководства компании я бы вдумчиво пообщался с дизайнером их логотипа. Или это излишняя мнительность? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу? Так вот, компания Acoustic Arts в 1997 году основала некто Фрис Шунг после нескольких десятков лет работы в сфере промышленной робототехники и сотрудничества с такими компаниями, как Ауди, BMW, Mercedes и Porsche. Первое слово в названии компании в данном случае является составным от Accurate и Acoustic. Любопытно, что в компании с самого начала уделяли пристальное внимание как звуковоспроизведению, так и звукозаписи. Даже первым продуктом Acoustic Arts были студийные мониторы ближнего поля. В 2009 году звукозаписывающее направление было выделено в аудиофильский лейбл Acoustic Arts Audio File Recording. Кстати сказать, у меня нашлось несколько дисков этой студии. Записи на них действительно весьма примечательны. Дела у компании шли в гору. Тем не менее, в 2016 году Гершунг решил уйти на покой. Образды правления передать Гансу Иохиму Фоссу, который в свою очередь предложил возглавить, как сказали бы раньше, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Себастьяну Руланду. Уже под его руководством были переработаны флагманские серии Reference и базовая Top, аппараты которой сейчас перед нами. К слову, ранее, если мне не изменяет память, в ассортименте компании помимо электроники были акустические системы, кабельная продукция и даже стойки. Но сейчас, по всей видимости, в компании решили сосредоточиться исключительно на компонентах. Блок питания проигрывателя построен на базе пары троидальных трансформаторов номиналом по 25 Вольт Ампер каждый. В качестве привода используется модель Stream Unlimited с композитным лотком на стальных направляющих. Цифроаналоговое преобразование возложено на конвертер ES9026 PRO. Аппарат может использоваться и как проигрыватель компакт-дисков, и как полноценный ЦАП с разрешением входного сигнала на USB вплоть до PCM384 и DSD512. Но и учтите, что весит он как приличный интегральный усилитель, целых 13 кг. Впрочем, усилитель акустикарца весит уже неприличных 22 кг. В блоке его питания используется троидиальный трансформатор номиналом порядка полукиловатта и банк фильтрующих конденсаторов суммарной емкостью около 80 000 мкФ. Цифровые входы обслуживаются тем же конвертером ESS, что и в проигрывателе. Регулировка громкости осуществляется резистивной матрицей PGA2311. А в оконечных каскадах работает дюжина биполярных транзисторов. Рискну предположить, что от компании Renesas. Но поручиться наверняка сложно, доступ к ним ограничен. Для подключения акустических систем установлены клеммы WBT0703. В комплекте к обоим аппаратам идут практических юмидоры, в которых лежат фирменные пульты дистанционного управления в алюминиевых корпусах, сетевые кабели и документация. Когда разговор заходит про немецкую аудиотехнику, любого обозревателя хлебом не корми, дай провести параллели с автопромом. Но справедливости ради аудиофильская отрасль в силу своей экзотичности и, я бы даже сказал, деликатности, куда как ближе к высокому часовому мастерству. И здесь как раз ассоциации более чем очевидны. Я бы сказал, что нынешняя серия ТОП это, пожалуй, что изделие мануфактуры Гласс Хютта. Ну а референс это, несомненно, лунгезон. Очевидно, что тяжелый хай-энд это всегда в первую очередь вопрос совместимости индивидуальности. Если же речь заходит о системе, то следует учитывать ее совокупное влияние на восприятие музыки. Скажем так, помещение прослушивания неразрывно связано с акустическими системами. В свою очередь поведение колонок сильно зависит от усилительного тракта. Что же касается взаимодействия усилителя и источника, как в нашем случае, то его в большей степени способен спрогнозировать и предсказать их создатель. Чего мы ждем от немецкой техники? В первую очередь, безусловно, качество, как в плане функционирования, так и в смысле надежности. Я знаком с изделиями Acoustic Arts уже пару десятков лет и могу сказать, что с проблемами не сталкивался ни разу. Шла ли речь о флагманах или относительно доступной серии Evolution, которая в настоящий момент не производится. Затем дизайн. Про него сложно много говорить, вы все видите сами, но, как по мне, страну производства тут не угадать или перепутать почти невозможно. Ну и, собственно, характер звучания. Понятно, что немцам зачастую пеняют на излишнюю аналитику и педантичность, но их и странно было бы подозревать в итальянской певучести. Так как же обстоят дела в нашем случае? Прежде всего, стоит отметить ожидаемую синергию обоих компонентов. Когда вы комбинируете источник и усилитель разных производителей, зачастую возникает желание что-то подправить межблочными или силовыми кабелями. В данном же случае сочетание получилось предельно нейтральным. Причем нейтральность в данном случае не имеет негативной коннотации и никак не связана с анимичностью или безнациональностью. Применительно к проигрывателю стоит отметить высокую детальность и в то же время слитность звучания. Что же касается усилителя, то он предельно динамичен и с легкостью контролирует самую разную по характеру нагрузку. Можно восхищаться музыкальностью итальянцев, аскетичностью скандинавов, напористостью американцев, наконец японцами, аппараты которых доказывают, что мы живем не только в разных часовых поясах, но и, кажется, в разных временных отрезках. Но вот объединить все эти качества дано только немцам. В данном случае можно констатировать, что конечный результат будет целиком зависеть от качества колонок и акустического оформления помещений. Если в звучании системы что-то не устраивает, то с вероятностью 99% можете в поисках слабого звена вычеркнуть проигрыватели и усилители с списка подозреваемых. Комплект Acoustic Arts, несмотря на то, что он не является флагманским в линейке производителя, оправдывает название своей серии чуть более чем полностью. Жанровая универсальность, уровень разработки и качество сборки, вот далеко не все аргументы, которые могут склонить чашу весов в их пользу. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки и приходите к нам в салон за хорошей музыкой. А у меня на этом все, спасибо, пока!